Покадровый разбор демонстрации геймплея я разбил на несколько видео, так как оно вышло на целый час. Я сам не ожидал такого хронометража, а потому эти видео будут выходить в течение нескольких дней по мере монтажа. Тут нам показывают урок зелеварения. И этот класс выглядит хорошо. Множество мелких объектов, частицы пара и дыма у котлов, множество книг на полках. Внимание к мелочам добавляет глубины этой сцене. В данном случае профессора не стали делать похожим на Северососнейпа или Горация, и на мой взгляд это хорошо. Все-таки хочется играть в самостоятельный продукт, а не пародию, где каждый профессор был бы калькой профессоров из фильмов. Вполне себе колоритный дядька, который еще и хромает, что добавляет ему свою особую черту. А вот в этом кадре то, о чем я говорил, что мы еще вернемся к мультяшности. И тут прям повеяло дополнением про волшебство к игре Sims. Все эти цветастые огоньки, фейерверки над котлами, мини-салюты и вспышки, лично мне не нравятся. Это уже точно возвращает к мобильному дизайну всех этих условно-бесплатных игр с анимационными открытиями сундучков и получения ачивок. Там также все эти свистоперделки, которые хорошо работают на юных пользователей. Но ни в книгах, ни в фильмах подобного не описывалось и не показывалось, поправьте, если ошибаюсь. И на мой взгляд тут это лишнее. Такое зрелище могло бы быть только на демонстрации шутливых изобретений братьев Уизли. Но никак не при варке обычных зелий на уроках. Вновь общий план Хогвартса. С этого ракурса все выглядит очень хорошо. Тут нечего отметить, кроме того, что мне очень нравится панорама этого двора. И было бы интересно узнать, реагирует ли как-то листва на дновение ветра. Я еще не видел колышущийся крон деревьев во время демонстрации. Хочется надеяться, что просто во всех сценах демонстрировалась безветренная погода. С этого ракурса также. Вся растительность в статичном состоянии. Тут, кстати, видно некоторых игроков с лизерина в мантиях для игры в квиддич. Помещение замка, где слоняются одинокие студенты. В целом кадр выглядит хорошо. Хотя дополнительные картины на стенах, живые доспехи, статуи и большее количество бродячих студентов улучшили бы восприятие. Ну и так вполне себе. Тут мы направляемся ко входу в гостиную Гриффиндор, которая охраняет полная дама. Интересно, как будет реализовано взаимодействие с ней. Будут ли меняться пароли для входа или же дверь будет открываться автоматически без дополнительного диалога с ней. Хогварт стоит в себе множество тайн, секретных комнат и огромные подземелья. И тут показано одно из них. Одно из самых ожидаемых мною элементов игры. Исследование подобных локаций. Для меня в любых играх это практически главный фактор. Надеюсь, дадут полноценное исследование больших территорий со множеством секретов и скрытых зон. Выглядит это помещение очень хорошо. И с графической, и с технической точки зрения. И тут нам демонстрируют механику воздействия заклинаний на окружение. Как и в этом кадре. Где главный герой отпирает скрытую за картиной комнату. Конечно, тут показаны довольно примитивные методы обнаружения скрытых мест. Так как объект, на который нужно применить заклинания, прямо подсвечивается. Трудно не заметить. Но диктор все же сказал, что будут и сложные головоломки. И это именно то, чего жду я. Чтобы действительно ощутить себя магом и использовать различные заклятия. От притягательных до отталкивающих чар. Как заклинания левитации, так и отпирающие чары. Чтобы максимально применять все свои знания и смекалку для нахождения скрытых мест. Хочу возиться в этом часами. Кстати, подсказок в виде карты мародеров у нас не будет. Так как ее еще не создали на момент событий в игре. А потому все скрытые проходы и тропы придется выискивать самому. Тут видна та самая топорная анимация поворота второстепенных персонажей, которые мы уже видели ранее. Это нужно исправлять. Иначе это не дело и малость выбивает из атмосферы. Кухня, которая описана лишь в книгах и в которой трудятся домовые эльфы, выглядит великолепно. Но снова эти не моргающие стеклянные глаза, на этот раз уже принадлежащие эльфу. С лицевыми анимациями второстепенных персонажей определенно предстоит поработать, чтобы статисты не казались искусственными. Ванна для старост. По внешнему виду она больше подходит под книжный вариант, со множеством цветных кранов. Но почему-то тут нет цветных струй и множества пузырей и пены. Для красоты демонстрации могли бы показать ванну в рабочем состоянии. Но все же, на мой взгляд, комнату не до конца проработали с графической точки зрения. Где пар, влага на стенах и полу, и почему вода в ванне имеет такую рябь, как в озере или в море. Это все-таки помещение, и вода тут должна быть спокойной, гладкой, ведь даже краны закрыты. Я думаю, тут просто взяли общую текстуру воды, которая будет использоваться и в окрестностях в озерах, и просто разместили тут. За русалку на стене отдельное спасибо. Надеюсь, в игре она нам подмигнет в какой-то момент. Класс перед началом занятий, тут ничего необычного. Снова общая комната с Лизерина, но немного с другого ракурса. А тут мы встречаем уже знакомого нам персонажа. Ну и конечно же, призраки вне времени. И почти безголовый сэр Николас собственной персоной. Максимально похож на киношный вариант. Причем тут же на заднем плане могилы, на которых сидят и другие призраки. Видимо, очередное их собрание, которое нам описали в книге и, к сожалению, упустили в фильме. Мое предположение, что с Николасом у нас будет цепочка квестов, связанная с помощью ему присоединиться к почти безголовой охоте. Именно о ней Николас говорит в этой сцене. Не удивлюсь, если наш персонаж на подносе несет протухшую еду, ведь только так призраки способны отдаленно ощутить ее вкус. И вполне вероятно, что возвращаются они после очередного пиршества призраков. И еще один персонаж, которого мы знаем по книгам. Профессор Бинс, который также является призраком и преподает историю магии. Самый скучный предмет, по мнению Гарри, на котором он засыпал под монотонное бормотание учителя. Класс выглядит отлично, и в нем канонично засыпающие студенты. Радуют отсылки к оригинальным произведениям. На окне красуется имя знаменитого Мерлина. Известная личность в магическом мире, которого постоянно упоминают волшебники в крылатых фразах по различным событиям, которые производят впечатление. Одно из самых распространенных выражений это восклицание. Борода Мерлина. Похожая демонстрация одного из дополнительных заданий на поиск утраченных предметов учеников. Видимо, когда не уважение предыдущим играм по Гарри Поттеру. Честно скажу, я терпеть не могу подобные задачи в играх, но тут готов буду найти их все, лишь бы как можно дольше находиться в волшебном мире. Так как мы поступили на учебу позже остальных, мы будем учиться по особой программе обучения, дабы догнать всех остальных. И тут демонстрируют кадры такого обучения. Похоже на мини-игру, в которой нужно победить соперника, набрав очков больше, чем у него, притягивая шары в определенные зоны. Кстати, на заднем плане видна хижина лесничего. Надеюсь, мы сможем ее посещать не только во время уроков по уходу за магическими существами, но и сможем подружиться с местным егерем. Интересно, кто будет на его роли в игре. В этом кадре похоже обучение полету на метле. И помогать нам в этом будет ученица Когтеврана. На заднем плане видно какого-то небольшого дракона, что размахивает крыльями. Далее атмосферные кадры подземелья, которые мы будем исследовать. Это место очень напомнило подземелье Зелден Ринга. Каменные статуи рыцарей выглядят угрожающе круто. А к дьявольским силкам без света лучше не приближаться. И тут четко видно, как они отступают от света, исходящего из волшебной палочки. Этот кадр мне сильно напомнил сцену в тайной комнате, где Гарри сражался с Василийском. Выглядит очень масштабно и круто. Так же круто, как и этот пролет камеры с летучими мышами. Тут мне очень понравилось, как свет отражается на камнях. Тут же в кадре и какие-то сферы. Они мне напомнили магические шары, которые активировали двери в плане обливиона Хермеуса Моры в дополнение к Скайриму. Тоже отличный кадр освещенной зеленой пещеры. Не к чему придраться. Выглядит все просто великолепно. Тут много разноцветных птиц. Возможно, это африканские птички фвуперы. Или, проще сказать, крикаду. А тут намечается бой со стражем моста. Как таких врагов можно побеждать, нам продемонстрируют позже. А вот и наш главный наставник. Опытный и загадочный профессор Элиазар Фик. Который пытается раскрыть замыслы восстания гоблинов вопреки министерству. И я сперва услышав его фамилию, сразу подумал, что это родственник кошатницы Миссис Фик. Которая является сквибом и которая приглядывала загаре. О чем он даже не догадывался. Но, несмотря на одинаковое произношение фамилии, это разные слова и отличия в количестве букв Г в окончании. Просто обычно в магическом мире все друг другу родственники и магические семьи очень тесно переплетаются. А потому я бы не удивился. Несмотря на некую карикатурность лица Элиазара, мне нравится то, как он выглядит. Отлично проработанный внешний вид, включая лицевую анимацию. И в этой сцене мы сидим в летающей карете, прибывающей в Хогвартс. Сцену прилета кареты мы видели в раннем трейлере игры. И по всей видимости, тут нас сразу и ведут в курс дела основной сюжетной линии. В свежем выпуске ежедневного пророка, который нам демонстрирует неизвестный персонаж, и на первой странице говорится о начале бунта гоблинов. И видно портрет главаря восстания Ранрока. Тут же можно узнать и точную дату, с которой начнут происходить события в игре. А именно, понедельник 1 сентября 1890 года. Ранее мы знали только то, что будут поздние 800-ые. А теперь точно ясно, что события игры начнутся за 2 года до поступления молодого Дамблдора на учебу в Хогвартс. И по-прежнему неизвестно, сможем ли мы его застать в игре. В этой сцене дуэльное противостояние Фига и Ранрока. И конечно же сюда вставили отсылку на знаменитые столкновения палочек с одинаковыми сердцевинами из 4 части. В сцене, когда возродился темный лорд, и произошло явление Приори Инкантаты, вызванное одинаковыми сердцевинами палочек-близнецов. Позже эффектные столкновения лучей уже использовали и вне контекста Приори, а как просто голливудский зрелищный эффект. Видимо разработчики также отнеслись к этому моменту, который мелькал на всевозможных постерах и решили добавить его в игру как прямую отсылку к фильмам. Как часто будем такое встречать, неизвестно. Тут же продемонстрировали способность вожака гоблинов использовать магию не из палочки, а прямиком из руки. Этот гоблин очевидно далеко не простой, а потому он и представляет серьезную опасность всему магическому сообществу. Какие-то подземелья гоблинов. Наши герои наблюдают со стороны за группой противников, называемых лоялистами Ранрока. Очень проработанная локация, которой лично мне уже хочется пройти именно по стелсу. А вот нам впервые показывают схватку главного героя с приспешниками Ранрока. Тут снова можно обратить внимание, что в их глазах красное свечение. Далее нам расскажут о порче неизвестной магии различных существ. А потому можно предположить, что эти гоблины участвуют в боях за Ранрока против своей воли, движимой какой-то сильной магией. Видно, что среди них есть как враги ближнего, так и дальнего боя. Помимо физических гоблинских атак, придется иметь дело и с темными волшебниками, которые являются приспешниками Виктора, союзника Ранрока. Дальше много кадров боевой системы. Видно, что мы должны будем комбинировать различные как атакующие, так и защитные чары. Плюс за нас будут сражаться и наши напарники. На поле боя можно также использовать предметы окружения, бросая их во врагов. Да и самих врагов можно подбрасывать в воздух и притягивать к себе, чтобы затем использовать недальнобойные заклятия. Боевка и правда выглядит очень интересно и увлекательно. Я надеюсь на то, что в игре будет уровень самой высокой ультрасложности, чтобы в полной мере использовать весь свой арсенал, включая и зелье, и помощь союзников, и максимальное комбинирование различных уровней заклятий. Также я надеюсь на то, что со временем мы научимся невербальному применению магии, чтобы после нескольких десятков сражений не заболела голова от постоянных выкрикиваний и заклинаний. Тут я предлагаю сделать паузу и продолжить покадровый разбор уже в следующем видео. А потому обязательно подписывайтесь на канал тут и в телеграме, ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями. А я напоминаю, что с недавнего времени ютуб полностью отрубил меня от монетизации. Вся работа сейчас держится на чистом энтузиазме. Потому если хочется поддержать меня, то добро пожаловать на мой бусте. Ссылку оставлю в описании. За поддержку я вам скажу огромное спасибо. Ну а с вами был Дэнни Марс и до новых встреч.